Всем привет! Я рада видеть вас на моём канале Ирэн Лурье. Сегодня вашему вниманию я хочу предложить рецепт тефтелей из куриного фарша с добавлением некоторых овощей, зелени, в соусе из баклажан, помидор, перца, зелени. И они запечённые в духовке. Это очень сочные и очень вкусные тефтели. Они совершенно не жирные. Вот посмотрите в разрезе, как они выглядят. Если вам интересно, как их приготовить, то смотрите продолжение дальше. Я подробно расскажу весь рецепт и весь процесс приготовления. Для начала нам нужно подготовить фарш. У меня здесь 1 кг куриного фарша. Я обычно беру всегда перед тем, как перемалывать фарш. Я мясо вымачиваю в нескольких водах. И 2-3 часа, если есть возможность, то я оставляю на ночь в холодной воде в холодильнике. Тогда оно по вкусу лучше становится. Так, мясо получается, куриного фарша у меня здесь 1 кг. Теперь сюда мы добавляем натертую на терочку, вот такую вот мелкую терочку, одну среднюю морковку. Мы добавляем наш фарш. Затем мы сюда добавляем еще пару штук, 2 луковицы среднего размера. Лук я перемолола на мясорубку, на крупную, крупная вот такая вот сеточка, средняя. Не совсем мелкая, а более средняя, чтобы оно было такими крупинками побольше. Можно, конечно, и порезать его мелко-мелко ножом. Теперь мы сюда добавляем еще 2 яйца. И желток, и белок все вместе. Еще мы сюда добавляем соль, 1 чайную ложку соли. Ну, соль, конечно, по вкусу. Соль и перец это по вкусу, как вы любите. Более соленое или менее соленое. Перца. Я беру черного горького перца. 1 четвертую, 1 пятую часть чайной ложечки тоже сюда добавляю. Специи какие-либо я сюда пока не добавляю. Ну, я добавляю только лишь зелень. Вот, посмотрите, зелень я взяла 4 видов. Петрушка 2 столовые ложки, укроп 2 столовые ложки, базилик синий 1 столовая ложка и мята. Свежая была, я ее заморожила, была в морозилке, тоже 1 столовая ложка. Мята придаст, мята с базиликом в сочетании с этими зеленью придадут очень такой интересный вкус. Так, замороженная не очень хочет высыпаться. Можно зелень брать как замороженную, так и свежую, какое есть у вас на данный момент. И еще мы берем рис. Я взяла 2 столовые ложки риса в большом количестве воды. Я его немного приварила до полуготовности, чтобы оно сверху было как бы уже слегка свареное, а внутри еще было такое жестковатое. И вот добавляем мы сюда. Много риса я не добавляю на это количество, чтобы не было один рис без мяса такое в этих тевтелях. Теперь нам нужно все это перемешать хорошенько вилочкой или ложечкой, как вам удобнее. А потом в конце перемешать хорошенько руками и оставить его в холодильнике, чтобы оно немного минут 15-20 промариновалось всей зеленью, пропиталось все вместе. Вот посмотрите, какой у меня получился фарш. Весь такой разноцветный, весь такой ароматный уже. Теперь мы его ставим в холодильник, пусть он постоит минут 15-30, немножко настоится, ароматы все перемешаются, мясо с зеленью и с овощами. А мы пока подготовим овощи для подливки. Пока наш фарш стоит в холодильнике и настаивается, мы подготовим подливку. Нам понадобится, в первую очередь, нужно сначала порезать баклажаны. Баклажаны я беру, один баклажан среднего размера. Вот видите, порезала его на такие мелкие кусочки, где-то сантиметр-полтора такого размера. Беру одну чайную ложку соли, посыпаю его, перемешиваю в миске, потом высыпаю вот на ситочкой или на дуршлаг можно. И нужно дать постоять минут 10-15, чтобы, вот видите, сок стек, лишняя горечь стекла. Вот видите, на тарелке, вот жидкость, вся стекла. И его будет легче жарить. Теперь мы еще берем помидоры. Помидоров я взяла два больших помидора. Можно брать два-три помидора. Я взяла вот, видите, крупные помидоры, большие такие. Две штуки порезала тоже на маленькие кусочки. И взяла две-три головки лука. У меня был крупный лук. Я взяла две штуки. Если у вас чуть меньше размера, то можно брать три. Вот на такие тоненькие полосочки. Пополам лук, а потом еще раз пополам четвертинки получается тоненькими полосочками. И еще берем один перец. Я взяла один крупный перец. Можно красный, желтый, зеленый, какой у вас есть на данный момент. Как свежий, так и замороженный. У меня один крупный. Можно, если мелкие, то значит два. Также еще нам понадобится сейчас, в первую очередь, нам нужно немножко поджарить баклажаны. Мы берем три столовые ложки оливкового масла, желательно. Если нет оливкового масла, то тогда обычное растительное масло. Выливаем на сковородку. Ставим сковородку на огонь. Разогреваем масло и высыпаем баклажаны. И немножко их поджариваем. Чуть-чуть немножко. Вот посмотрите, наши баклажаны немножко поджарились. Чуть-чуть протушились. Стали более прозрачными. Теперь мы сюда добавляем лук. Весь наш... Весь лук добавляем. Все перемешиваем. И мы еще хорошенько прожариваем вместе с луком. Так, чтобы лук стал немножко прозрачным и слегка начал золотиться. Вот посмотрите, лук уже стал прозрачным. Он начал уже подрумяниваться. Теперь мы сюда добавляем наш перчик болгарский. Высыпаем сюда, перемешиваем все. И еще немножко обжариваем. Буквально 3-5 минут. Вот посмотрите, перчик уже немного протушился. Слегка поджарился. Теперь мы сюда добавляем помидоры. Добавляем все помидоры, которые у нас есть. Все это мы перемешиваем. Хорошенько перемешиваем. И накрываем крышкой, чтобы наша смесь вся протушилась хорошенько. Помидоры пропарились. И оставим на слабый огонь. На очень слабенький огонь. И немного протушим это все. Посмотрите, наша смесь уже немного протушилась. Помидоры стали мягкие. Теперь мы сюда добавляем еще соус. А я беру, можно томатную пасту, можно обычный сладкий соус. Я беру вот сладкого соуса 1 столовую ложку. И еще с ассебели я беру 1 чайную ложку. Он немного острый. И это в стакан все. И добавляю где-то 3 четвертых части воды. Пока воды не так много. Потому что потом, если не будут помещаться формочки, то оно будет хуже. Лучше потом долить воды. И теперь это все мы доводим до кипения. И ставим опять на очень-очень слабый огонь. И чтобы оно еще несколько, пару минут, 3-5 минут, чтобы оно немного протушилось. Вот, посмотрите, соус наш уже протушился. Все овощи мягкие стали. Попробуйте на соль. Если вам будет недостаточно, то значит добавьте. Теперь сюда осталось только зелень добавить. Я беру 1 столовую ложку петрушки, 1 столовую ложку укропа и половину столовой ложки базилика. Все это высыпаем сюда, в нашу сковородку с нашим соусом. Все это перемешиваем и выключаем плиту. И даем постоять, накрываем крышкой и даем постоять минут 10, чтобы перемешался аромат с зеленью. Теперь мы берем формочку. Можно и круглую, можно и прямоугольную. Какая вам удобнее формочка. У меня прямоугольная форма, где-то она в длину 30 сантиметров, а в ширину 23 сантиметра. В нее мы высыпаем все наши овощи, разравниваем ровным слоем и достаем фарш, который стоял у нас в холодильнике. Он уже настоялся хорошенько и формируем из него маленькие такие шарики-тефтельки. Любого размера. Хотите маленькие, хотите побольше, как вам удобнее. И весь распределяем по формочке сверху овощей. Вот я уже все тефтели выложила в формочку и долила еще где-то с полстакана, может, чуть больше воды. Потому что, когда будут готовиться, они еще воду в себя впитают. И теперь мы это все, форму, закрываем фольгой, укутываем вот так вот, прижимая со всех сторон. И ставим в духовку на 180 градусов. Духовка должна быть прежде предварительно разогретая, где-то за полчаса. И ставим выпекаться на 180 градусов где-то минут на 30. Потом пройдет 30 минут, мы снимаем фольгу и еще минут 20 мы уже без фольги будем готовить. Для того, чтобы время от времени вот этим вот соком, который будет этим соусом, поливать нужно время, пару раз, наши тефтельки, чтобы они были слегка румяные и в то же время пропитанные этим соком. А сейчас ставим в духовку пока на полчаса, а потом еще раз минут на 20. Вот посмотрите, какие в результате у нас получились тефтельки. Они очень ароматные, очень сочные и дело в том, что они совершенно не жирные, слегка подрумяненные, а внутри очень нежные. Вот посмотрите, как оно выглядит в разрезе. Очень симпатичные такие. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк, написать в комментарии, как вы готовите подобные тефтели. Мне будет интересно. Попробуйте приготовить такой рецепт. Это очень вкусно. Всем приятного аппетита. Пока.